Дайте слово Дайте слово Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы обсуждаем одну из самых важных тем, самый главный финансовый документ Кировской области. Это проект бюджета Кировской области на 2020, на плановые 2021-2022 годы. В стенах ЗАГС Собрания в первом чтении проект бюджета уже был принят и 19 декабря на пленарном заседании ЗАГС Собрания будет утверждаться бюджет во втором чтении и, видимо, насколько я понимаю, в итоговом. И сегодня мы с вами поговорим об этом документе, послушаем, что выскажут представители политических партий об этом законопроекте, узнаем, все-таки это бюджет развития, либо это бюджет стагнации, либо это бюджет на поддержание штанов, как некоторые выражаются по этому документу. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые гости нашей студии, что представители вашей партии, что ваша партия, что лично вы думаете об этом документе, какие вы вносили инициативы, которые могли бы изменить этот документ, что вы готовы предложить 19 декабря, как вы относитесь к проекту бюджета. Владимир Костин, ЛДПР. Да, спасибо. Много вопросов, я постараюсь на все их ответить. Ну, во-первых, отношение партии к бюджету. В первом чтении проект бюджета мы поддержали, потому что там не было четкого понимания, по каким статьям расходов будут потрачены деньги, но при этом было понимание, что по расходной части бюджет вырастет. При этом при формировании бюджетной росписи, естественно, фракция ЛДПР направляла поправки. И, к большому сожалению, в бюджете те поправки, которые мы направляли, отражения не нашли. Кроме того, я уже много раз в стенах законодательного собрания говорил о том, что мы, по большому счету, живем в режиме планирования один год. У нас нет стратегии развития Кировской области. Более того, государственные программы Кировской области, которые до сих пор действуют, действуют в Кировской области в большинстве случаев, в большинстве программ до 2021 года. Говорить о планировании в таком случае не приходится. В конце концов, у нас бюджет, который мы будем принимать на 2020 и плановые 2021-2022 годы. Соответственно, госпрограммы у нас уже мимо. Да, естественно, мы ждем новых госпрограмм, привязанных к нацпроектам, но, тем не менее, принимая бюджет, мы должны понимать, что будет хотя бы в динамике 3 года. В идеале, опять же, понимая, что заложено в стратегию развития Кировской области, мы должны понимать, к чему область придет. В связи с этим, вот с одной стороны, мы видим пробелы в социальной сфере. Учителя жалуются, что у них, несмотря на как бы выполнение майских указов по повышению зарплат, зарплата почему-то осталась на том же уровне. Есть примеры, когда она даже понизилась. Что ответить учителя? Что показатели достигнуты за счет того, что, увеличив вам окладную часть, сократили все надбавки, они это и так знают. Наверное, как-то в бюджете должно быть отражено повышение зарплат бюджетников. И вроде бы как там правительство шаги к этому предпринимает. Но, опять же, мы понимаем при этом, что без роста экономики мы не можем обеспечить социалку, как ни крути. Либо в противном случае должны рассчитывать на федерацию, которая может нам лицом повернуться, а может и не лицом. И вот чаще как раз происходит второе. Где-то заложены у нас эффективные механизмы роста экономических показателей. То есть, растет у нас НДФЛ, если растет, то, опять же, за счет повышения минимальной зарплаты, так это, знаете, так себе показатель. Вот, опять же, если у нас растет количество рабочих мест новых, тогда можно говорить о том, что экономика у нас развивается. Тогда можно говорить о том, что бюджет, пускай он может быть не ориентирован социально настолько, насколько бы хотелось, но он позволяет развить экономику, и вот, например, года через три у нас будут все основания и все возможности в виде денежных средств поддержать, например, бюджетников. Или, например, софинансировать те необходимые программы, которые там действуют, но федерация предполагает региональное обсидирование. Будь то строительство школ, детских садов, будь то переселение из ветховаренного жилья, например. Да, когда, в том числе, будь у нас какие-то денежные средства свободные, мы бы их точно потратили эффективно, и это бы позволило нам программу перезапустить, что называется, оживить. Так вот, с учетом того, что бюджет, с одной стороны, и не социальный, и с другой стороны, и экономике это развитие не дает, я уже отмечал, что там есть очень много трат, которые вряд ли способствуют развитию, но бесполезные, по большому счету, будь то там финансирование центра занятости населения в размере под 300 миллионов рублей в год. Главная функция, на мой взгляд, центра занятости населения, это обеспечить работой сотрудников центра занятости населения, не более того. Есть на чем, с одной стороны, сэкономить, с другой стороны, есть куда потратить. С учетом того, что это не учитывается, фракция вот вчера на своем заседании, фракция ЛДПР, приняла решение не поддерживать бюджет. Мы на пленарном заседании будем голосовать против бюджета, потому что, с одной стороны, не отражены наши поправки, с другой стороны, может быть, там, правительство бы предложило что-то лучшее, мы этого не увидели, к большому сожалению. Поэтому на пленарке будем голосовать против. Ну, то есть поправки-то вы идите? Мы направляли, мы на самом деле уже нет, то есть срок внесения поправок прошел, но, повторюсь, мы вносили общие сложности, если мне память не изменяет, 17 или 18 поправок было направлено, тремя документами, но они не учтены, к сожалению. То есть в бюджет наши предложения не попали, а там абсолютно различные. Вот как раз-таки повышение зарплат до точечных вопросов, будь то мост, будь то там ремонт школы и так далее. То есть абсолютно прямые затраты, понятные затраты, да, с понятным финансированием. Когда нам говорят, там, денег нет на вот то или иное действие, мы как раз-таки подчеркивали, откуда мы предлагаем эти деньги. Взять в бюджете они, на наш взгляд, есть. То есть в том числе у вас были предложения, как распределить бюджетные соревнования? То есть где взять эти необходимые средства для выполнения дополнительных социальных обязательств и так далее, резервные фонды подключить? Безусловно, понимаем, что можно предложить хоть построить там, я не знаю, космодром у нас где-нибудь, да, в Барловском районе, но не подкрепив это финансами, это так и останется глупым предложением. Так вот, те предложения, которые мы направляли, содержали предложения по перераспределению денежных средств по экономии, например, по одной статье расходов и по увеличению расходов на другой. То есть это все было, но, к сожалению, так и осталось предложением. Итак, значит, фракция ЛДПР, судя по предварительной информации, которую озвучил в студии у нас Владимир Костин, фракция ЛДПР не будет поддерживать проект бюджета на 2020-й плановый 2021-2022 год. Хорошо, Сергей Павлиныч Мамаев, представитель партии КПРФ, хотелось бы услышать Вашу позицию на проект бюджета. Какие были ли учтены Ваши предложения, вносили ли Вы предложения в проект бюджета? Насколько социально ориентирован этот бюджет или экономически ориентирован бюджет? Это развитие или это бюджет поддержания штанов? Ну, вопрос, конечно, интересный, хороший и правильно сегодня своевременно поставлена, так сказать, задача перед радиослушателем, и мы сейчас отчитаемся. Это самый основной документ, который принимают законодательные собрания на ближайшую перспективу. О чем сказал Владимир? То, что нет сегодня стратегии развития, я полностью его поддерживаю. Наша фракция в первом чтении голосовала против, давала ряд предложений, которые, в принципе, обоснованы, которые сегодня необходимо их, с моей точки зрения и с точки зрения нашей партии, решать эти проблемы. Они назрели и очень глубоко поросли корнями, которые, в принципе, надо выкорчевывать и решать их немедленно. То, что касается данного документа, с моей точки зрения, это бухгалтерский документ, который, по сути дела, не дает перспективы сегодня развития нашей родной Кировской области. С учетом того, что, если взять цифры, да, цифры вроде увеличены, то есть на 10% сегодня Федерация еще дополнительно дала, как говорится, дотационную цифру увеличила, но ведь с учетом инфлекционного дефлектора, который надо обязательно включать в этом бухгалтерском документе, почему я его называю бухгалтерский, потому что нет перспективы в нем, хотя на три года, в принципе, этот данный документ планируется, но развитие этого региона в нем не просматривается в этом документе. Это, по сути дела, затыкание дыр, как бы, я бы так сказал. Если взять, какие предложения мы предлагали, у нас 75 лет победы, советская народа в Великой Отечественной войне. Мы предлагали сегодня, и письменно я оформил, и расчеты сделал, потому что у участников Великой Отечественной войны время выкосило практически на территории не только Кировской области, а в целом, в нашей стране. То, что касается сегодня мемориалов и памяти, и патриотического воспитания, по сути дела, там нет этой строчки. Ну, вроде бы, на мое предложение и на рабочей группе ответили, так давайте мы потом внесем в порядке распределения, перераспределения и так далее. То есть нестабильность доходной части, они еще раз подчеркнули в этом направлении. То, что касается, в общем-то, доходов, ну, я еще раз хочу вернуться к тому, что инфляция скушает эти доходы, которые сегодня они предлагают, потому что цены растут как на дрожжах. Если взять, даже посмотреть сегодня перспективу тарифной политики на территории Кировской области, то она у нас самая никчемная. По какой методике они рассчитывают, я не могу до сего времени понять. Потому что самые высокие тарифы в Кировской области, если взять в целом нашу страну под названием Российская Федерация, самые высокие. Если взять энергоносители, у нас самые дорогие, в общем-то, энергоносители на территории Кировской области и по сравнению с другими регионами. И о чем говорить, что этот сегодня бюджет, по сути дела, развитие, и дает какую-то перспективу и надежду людям, в общем-то, на будущее? Этого нет. Там просматриваются некоторые, с моей точки зрения, коррупционные составляющие, которые сегодня дают основу в дальнейшем и правоохранителям работать по данному направлению. То, что касается... Это я не оговорился. Почему? Потому что это мое мнение. То, что касается, как говорится, главных распорядителей бюджетных средств, то есть министерств и ведомств, которые сегодня представлены, то на... Вот коллеги присутствовали на рабочих группах, и они видели. Вроде бы, это самое... Они закладывают те необходимые, в общем-то, цифры для того, чтобы решить тот или иной вопрос, но, к сожалению, в бюджете этих цифр нет. Сегодня прогноз доходной части бюджета, он не... Как вам сказать? Он не выверенный. Может быть, он и выверенный, в общем-то, как теоретически, но практически этого не будет. С учетом многих, так сказать, бюджетных годов, которые в прошлом остались, они не дают сегодня право нам говорить о том, что это самое сегодня, как говорится, данный бюджет развития. Я скорее думаю, что это бюджет... Не думаю, я говорю, это бюджет выживания, бюджет стагнации на территории Кировской области. То, что касается, допустим, давайте возьмем пассажирские перевозки. Сегодня в Ахханале. Посмотрите по всей стране, особенно в средствах массовой информации, показывают, как, как говорится, аварии, сколько людей гибнет на дорогах. А сегодня даже министерство транспорта, имея отдел по данному направлению, не может нам объяснить и поддержать автоколонну, это 15-17, которая сегодня, ну, еще вроде, так сказать, на плаву стоит. Но почему же мы не можем ее датировать? Почему мы не можем сегодня обеспечить, в общем-то, безопасность на дорогах пассажирскую? Вот. Мы этого не можем сделать. Да, вроде бы у нас, если взять пассажироперевозки, то, ну, железная дорога датируемая. Немного, так сказать, там цифра была и доходила до определенного абсурда, что электрички прекращали ходить, и сейчас это самое, это направление поддержит бюджет. Но если взять сегодня авиацию, то же самое, мы туда вливаем большие деньги. Ну, с одной стороны, это очень правильно, с другой стороны, надо спрашивать, почему же сегодня данная структура, как говорится, в минус работает. И многие вопросы, которые сегодня касаются, ну, давайте возьмем дорожный фонд. Мы им предлагали, я вот на протяжении еще с команды Белых предлагаю им 5 километров в 200 метров дороги, где есть проектно-сметная документация, которая сделана еще в 2000 году. И, по сути дела, тогда был губернатором Владимир Нилович Сергеенков, и его первым заместителем был Могилюк Анатолий Леонидович. Они просчитали это дело, где мы на 100 километров, примерно на 100 километров, может, чуть поменьше, может, чуть больше, расстояние сократим между региональным центром, то есть городом Кировом и соседними регионами южного направления Кировской области. На 100 километров, понимаете, ведь каждый водитель пойдет, так сказать, по той дороге, которая, в общем-то, ну, ближе, и она экономит определенные средства, правильно? Амортизационные вопросы там решаются и так далее. То, что касается, ну, не включают, спрашиваю председателя правительства, последнее заканчиваю. Я говорю, кто это сделал и не хочет включить в бюджет? Он говорит, я это сделал. Я его спрашиваю, кто ты такой? Он говорит, председатель правительства. Я говорю, вы назначены, а вот здесь коллеги сидят, они выбраны. У них есть контрольные функции, они сегодня обязаны с вас спросить, а я вас персонально спрошу. Сергей Павлинович, фракция КПРФ, ЗАГС Собра не будет поддерживать проект бюджета? Нет, не будет. Она в первом чтении уже сказала, она не поддерживала, и во втором чтении не будем. Потому что я уже вам сказал, я могу целый час говорить о этом бюджете, о его параметрах, о его, так сказать, стыковке и нестыковке с федеральным бюджетом. Всегда надо смотреть федеральный бюджет. Что же он нам дает? Да, в этом, еще раз это самое, отвечу на ваш вопрос. Он нам дает дополнительные дотации 10%. И они сегодня, это кто они? Правительство Кировской области. Хотя к губернатору мы обращались, ведь еще, это самое, отвечая на ваш вопрос, скажу. Все предложения депутатов, они отметены. Почему сегодня депутаты голосуют за такой бюджет? У них даже нет чувства, с моей точки зрения, чувства собственного достоинства. Если твое предложение для избирателей не проходит, и ты голосуешь за бюджет, это нонсенс. Это просто послушаю большинство и кровкодавания их называют. Мы говорим о том, что проект бюджета на 2020 год имеет элементы непрозрачности. Действительно, много вопросов возникает и у депутатов, и у сторонних наблюдателей, кто наблюдает за бюджетным процессом. Действительно, есть замечания к проекту бюджета. Но вот 19 числа будет пленарное заседание, на котором депутаты будут определять, утверждают они этот бюджет, проект бюджета или нет. Роман Титов, представитель партии «Единая Россия», отвечая на эти же самые вопросы, которые я задавал, как относитесь к проекту бюджета, какие есть замечания, какие были комментарии, поддерживает ли фракция, будет ли поддерживать на пленарном заседании этот проект бюджета? Этот бюджет, по моему мнению, я думаю, коллеги из фракции его разделяют, является бюджетом развития человеческого капитала и бюджетом развития публичной доступной инфраструктуры. Поясню свою мысль. Во-первых, почему мы говорим о человеческом капитале? 64% расходных обязательств бюджета на следующий год – это разного рода или социальные обязательства, то есть 7,5 миллиардов рублей – это публичные обязательства, то есть льготы, субсидии и иные вещи, которые льготники ощутят в своем кошельке, либо субсидии на ЖКХ, либо иные меры соцподдержки. Но всего 64% – это зарплаты, это школы, это развитие системы дополнительного образования. В следующем году появится 42 учреждения дополнительного образования в районах области первичного образования дополнительного, что не было давным-давно, то есть это не кванториумы, это промерученный к ним пункт. Появится следующий после кванториумов уровень – это областной центр «Сириус» по федеральной программе. Продолжится модернизация системы здравоохранения, и мы в этом году, часть моих коллег является, Владимир Александрович, точно является членами рабочей группы по согласованию проектов закупочной документации, мы видим, как изменились закупки того же областного онкоцентра. Если раньше мы покупали такие препараты ковровой бомбардировки, которые уничтожают опухоль, уничтожают всё остальное вокруг, сейчас мы благодаря тем средствам, которые в том числе федерация направляет, мы развиваем молекулярную терапию, это более тонкая, более современная терапия. Полностью заменяется оборудование и будет продолжать заменяться, которое у нас в некоторых местах 70-х годов работало. Это и диагностическое оборудование, томографы экспертного класса, иные устройства, и это оборудование для оказания как первичной медико-санитарной помощи. У нас в следующем году планируется полная модернизация всех ФАПов, построенных в предыдущие годы, с учётом изменившихся требований к их оснащению, с учётом устаревания оборудования. В населённых пунктах, по-моему, где проживает свыше тысячи человек. Боюсь ошибиться, но там есть некая нижняя планка. Если говорить об инфраструктуре, публично доступно, это прежде всего Дорожный фонд. Благодаря изменениям в федеральный бюджет увеличились нормативы отчисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты. Это позволит дополнительно к тем средствам, которые нам федерация даёт по программе БКД, увеличить финансирование дорожной отрасли. Сергей Павлович, наверное, прав в том, что было накоплено за предыдущий период такое большое количество объектов в ненормативном состоянии, что приходится работать опережающими темпами, но объём Дорожного фонда у нас достигает тех объёмов, которые никогда не было. Казберт, я извиняюсь, я тебя не перебивал, но их не расходуют. 500 миллионов сегодня! Нет, Сергей Павлович, вот перебил меня, а я бы это и сказал, но вот если перейти, да, вот про публичную инфраструктуру, то есть это дороги, это проект «Сельские дороги», но в чём Сергей Павлович прав? Ведь мы средства на сельские дороги предусматривали и в этом году, они остались в значительной мере невостребованы. Почему? Потому что, на мой взгляд, главная проблема межбюджетных отношений в Киевском области, она не в бюджете, а в том, что даются средства, субсидии муниципалитетам, там нет кадров, там нет проектно-смертной документации, там нет надлежащих инструментов контроля, и эти деньги, они там либо ненадлежащим образом осваиваются, осваиваются, слово нехорошее, да, там, это не инвестиции, получается, а вот размазывание. Ну, я вам хочу сказать, что и в областном уровне примерно то же самое происходит. 60 миллионов мы возвращаем в федеральную кубышку из-за того, что не освоили их на программе моногородов. Это только один аспект. Это только одна программа, одно отравление. Это вопрос качества межбюджетных отношений, то есть, вот, ещё раз повторяюсь о бюджете, то есть он носит социальную направленность и идёт инвестиции в социальную инфраструктуру и в инфраструктуру дорожную. Это важно. Что мне лично, скажем, не хватает, и, наверное, об этом коллеги говорят, когда говорят о бюджете развития. То есть развитие – это что? Это инвестиции в то, что может дать не только социальные блага и услуги, это инвестиции в то, что может дать дополнительное налоговое поступление. Ведь коллеги правильно говорят о том, что у нас основы бюджета составляют там, в том числе, помимо федеральных денег, это региональные налоги, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организации. Да, при неизменности этих ставок отчисления растут, и благодаря им наш бюджет в следующем году составит рост опережающему этих поступлений налогов. 61 миллиард рублей, такого тоже никогда не было. Но, наверное, надо резервировать большую, чем сегодня, часть средств на то, чтобы адресно поддерживать успешных, адресно поддерживать те предприятия, которые предоставят инновационные некие проекты по созданию новых рабочих мест, по модернизации материально-технической базы, то есть там, где вложенная копейка сможет принести рубль прибыли. То есть вот это я вижу, но вижу недостаточно. Было принято предложение моих коллег по адресной поддержке предприятия агропромышленного комплекса, я его поддерживаю, потому что я считаю, что село – это наша авиатская нефть, это даже не лес, именно сельское хозяйство. Это там, где создаются рабочие места, там, где создаётся налог на добавленную стоимость, и сама эта добавленная стоимость, там, где идёт развитие. Мы в этом успешны, вот соседи наши уже говорят, что давят наши аграрии. Но я уверен, и Фёдор Васильевич, я думаю, подтвердит, что поддержка села увеличилась, но она недостаточна, ведь вспомните, до 2013 года были большие средства на поддержку сельского хозяйства, эти средства работали практически до недавнего момента, но темпы начали падать, потому что обветшало то, что было построено тогда, были выплачены все кредиты, а на модернизацию новых производств не хватало. Вот сегодня обратили на это внимание, и слава богу. Но я думаю, что нужна реально стратегия развития Кировской области, которая будто бы уже готова, но её точно надо с нами обсуждать. И, Владимир Александрович, Вы сказали, что нету областных программ, паспорта почти по всем программам готовы, и предлагаю нам вместе проанализировать и посмотреть, потому что это позволит нам определить, куда деньги пойдут и как эффективно они будут тратиться. Хотел бы прокомментировать насчёт адресной поддержки. На мой взгляд, у нас в регионе была такая адресная поддержка, это так называемые патронажные сертификаты губернатора. Вот уж не об этой адресной поддержке я говорю, нет. Мы помним, чем это закончилось. Никаких бюджетных гарантий здесь быть не должно. Какие результаты этих патронажных сертификатов, к сожалению, к чему они пришли, это мой комментарий по этому вопросу. Второй момент, с чем я соглашусь, безусловно, действительно, на фоне других регионов поддержка и развитие системы здравоохранения в Кировской области находится на одном из самых высоких уровней. И вот та процентовка бюджетных расходов по сравнению с другими регионами, вот та процентовка, она у нас очень высока. Ну, то есть, по сравнению с другими затратами. А это ведь генерирует деньги, потому что за пациентами идут средства, в том числе из фондов медицинского страхования и других регионов. И это уже существенная строка бюджета. То есть, действительно, это серьёзный скачок, в этом направлении серьёзно занимается и региональное правительство. Я считаю, что здесь есть достаточно положительные результаты. Фёдор Суреев, представитель партии «Справедливая Россия». Вопрос о бюджете 2020-2021-2022 года. Будет ли поддерживать фракция «Справедливая Россия» этот проект бюджета? Какие инициативы в него вносились? Всё ли было отражено? И, может быть, есть какая-то инициатива ещё какие-то поправки внести на будущее? В этом году мы не стали вносить свои предложения о поправках бюджета, потому как по итогам прошлых лет видели, что все наши поправки были отклонены, поэтому мы в этом году решили их не вносить. Но нам не нравится, так скажем, принцип формирования бюджета, то, что он у нас профицитный, само соглашение с Минфином. Вот это подлежит некому сомнению, потому как, ну, есть ряд обстоятельств, да. В этом году правительство Российской Федерации простило странам африканским более 20 миллиардов рублей долга, вот у нас... Долларов. Долларов, да, долларов. Вот у нас, ну, долги не такие большие, вот, и, ну, 20 миллиардов долларов, но это более чем 20 бюджетов Кировской области, вот если там в пересчёте по сегодняшнему курсу. Поэтому мы считаем, что если в Кировской области дела обстоят не настолько хорошо, то, наверное, можно и простить, так скажем, собственным регионам какие-то долги. Вот, и эти средства мы могли бы направить на решение текущих проблем, потому что проблем достаточно много. Это и состояние всех бюджетных учреждений, это и садики, и школы, и больницы. То есть многие из них требуют ремонта, вот, некоторые капитального, там, и, по моей информации, там понесено много решений на то, чтобы устранить, привести в соответствие, там, пожарным требованиям, там, антитеррористическим требованиям, то есть, ну, порядка 300 миллионов, по-моему, предписаний, вот. А, ну, вообще, в принципе, чтобы привести все эти объекты в соответствующее состояние, нужно, там, ну, порядка, там, 2 миллиардов рублей, вот. И эти средства вполне пригодились бы для решения этих проблем. Ну, и ситуация с капремонтом тоже не совсем понятна. У нас с населения Кировской области ежегодно собирается, там, порядка полутора миллиардов рублей, вот, но на счетах скопилось, там, более 2 миллиардов, и эти деньги не израсходованы в этом году, ну, так же, как и в прошлые годы. То есть, с людей деньги собираются, они не расходуются, и такой вопрос тоже не совсем понятный, вопрос контроля, наверное, больше. Вот. Ну, и, соответственно, вопросы есть и по сельскому хозяйству. Да, поддержка она есть, но если она из года в год не увеличивается, остается на одном и том же уровне, то, соответственно, ну, вряд ли мы получим какое-то такое сильное развитие в этом направлении. Потому как на этот же литр молока, допустим, если выделяются конкретные суммы, да, а на двое увеличиваются, то с каждым годом эта сумма становится, ну, для получателя становится меньше. Вот. Ну, и о каком развитии идет речь, когда ситуация на протяжении нескольких, там, трех последних лет не меняется. Вот. Ну, тем не менее, отрадно, что по этому направлению, ну, идут как минимум переговорные процессы. То есть, недавно я был участником рабочей группы, где собирались руководители крупнейших сельхозпредприятий. Вот. И там они рассказывали о своих проблемах. И было решено, что если будут дополнительные доходы в бюджете в 2020 году, то они будут направлены как раз на сельхозпроизводство. И там говорилось, на какие цели это будет направлено. В принципе, ну, если это так и будет, то это будет совсем неплохо. Вот. Но вопросов очень много. Вопросы есть нерешенные. И голосовать за бюджет в том виде, в котором он представлен, наша фракция не планирует. То есть, было заседание фракции, и фракция не будет поддерживать проект бюджета? Нет, не будет поддерживать. Хотел бы прокомментировать насчет государственного долга, так называемого государственного долга, который остался у Кировской области. Действительно, последнее заявление и правительство региона говорит о том, что этот долг нам остался от предыдущей команды, мы его постепенно снижаем. Но на самом деле, если разглядывать все проекты бюджета, и предыдущие, и будущие, мы видим, что государственный этот долг, если честно, уменьшается не такими темпами, как хотелось бы. Да, есть позитивные подвижки с тем, что заменяются кредиты коммерческие, заменяются на бюджетные кредиты, соответственно, гораздо меньше процентная ставка. А какими темпами вы бы хотели, чтобы долг снижался? Потому что миллиард рублей в год снижение, это достаточно ощутимо. Мы говорим о том, что сегодня у нас государственный долг составляет больше 20 миллиардов рублей. Действительно, предел у нас 23 на следующем году. Да, 25 сейчас миллиардов где-то это самое. 23 предел госдолга на бюджет. А собственные доходы какие у нас? Алексей, я бы вас хотел поправить даже не в этой части. Госдолг снижается, но проблема в том, что как раз у нас нет замещения банковских кредитов бюджетными. И это основная сложность сейчас. Мы возвращаем бюджетные кредиты, стоимость которых для Кировской области 0,1% в год. То есть, фактически это бесплатные деньги, которые дала нам Федерация. То есть, а коммерческие кредиты не гасятся досрочно? А коммерческие кредиты досрочно не гасятся. Обслуживание госдолга в коммерческих кредитных организациях ежегодно обходится нам свыше 800 миллионов рублей. На минуточку это дороже, чем вся культура в Кировской области. Или, например, весь спорт. Или это как раз деньги того самого развития, который мы делаем. У нас практически на спорту ничего там не заложено. О чем мы говорим? Соответственно, обслуживание банковского сектора, коммерческого, нам обходится намного дороже, чем поддержка молодежи, спорта, культуры. То есть, вот в чем перекос. Понимаете, вот то, что это самое точечно сегодня говорил Роман Альбертович, я согласен на это точечно, понимаете? Это не перспектива развития Кировской области. Перспектива должна быть плановая. Есть закон о стратегии развития, как говорится, или плана. Закон о стратегическом планировании называется федеральный. Он у нас не работает на территории. Поэтому я говорю, что это бухгалтерский документ. Если сказать по сельскому хозяйству, да, там вроде бы цифры растут, но в то же время ведь эти цифры получают одни и те же самые бюджетополучатели, которые на протяжении многих лет уже, как говорится, прикасаются, в общем-то, к бюджетному пирогу. Это во-первых. Во-вторых, если взять сегодня это самое и посмотреть районы, районы у нас умирают. Всего лишь 18 миллиардов выделены на районы. Заработная плата заложена на 11 месяцев. На 11 месяцев, где-то на 10. А доходной части-то нет. Потому что нет стратегии. Мы никакие деньги не вкладываем в развитие промышленности. Ну, немножко вкладываем в сельское хозяйство. А, как говорится, в остальные отрасли практически ничего не вкладываем. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша передача подходит к концу. Эфирное время слишком коротко для этой темы. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня представители всех политических партий высказались о своем отношении к проекту бюджета. И посмотрим, какие будут результаты 19 декабря. Напомню, будет заседание ЗАГС Собрания Кировской области. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго дня. Дайте слово.